Приветствую вас на телеканале «Инпарк». Спасибо, что вы с нами на влиянии. Это хорошее время. Я имею честь предоставить прекрасного гостя, известного на всем постсоветском пространстве, служителя Божия, прекрасного мужа, отца и дедушку. Дедушка, девять внуков. Девять внуков. Джордж Давидюк. Welcome back. Очень приятно быть с вами. 15 лет прошло с тех пор, как вы у нас были на огоньке здесь. Долгий час. Для нас это благословением. Я верю, Джордж, что для наших зрителей также это будет благословением. Ваше присутствие, ваше слово, свидетельство. Вы только что возвращались с Украины. Были многочисленные евангелизации по Украине. Были в разных городах. Были в Рівному, в театре, в Львове, в церкви, но много неверующих пришло. И они взяли это на лайвстрим через целую Украину на ТБНУА. И тогда закончили нашу серию концертов, три концерти в Луцку. Знов в театре. И Павло Коневич был со мной. Что мы начали спевать с ним, с Розой. Роза моя сестра, Роза Давидюк-Попович была. Что моя молодая сестра Джо також брала участь. И братья Василь, Никитюк, Слава Сенчук и Микола Шурин, наш тенор, был с нами. Так что мы выступали в трех местах. То есть вынесли слово в это время, вынесли слово утешения, надежды. В это время, когда Украина проходит через то, что она проходит. Все мне сказали, и нам всем сказали, что мы очень повернулись, что вы пришли в такой период войны. И их сердца очень печальны, потому что эта война не закончилась. И какая надежда, если Господь не вступится в эти войны. И им нужно слово потехи, заохочение, подбадьорение, слово Господне и хорошая песня. И это мы могли даровать им в трех местах. Я смотрел ваше выступление вашей группы во Львове. Был полный зал, переполненный народа. День был наполненный. И особенно, если у вас есть видеоверсия, тут репортаж, что вы показывали. Мы с удовольствием покажем на импакте. Мы передам вам, что мы могли. Это ваша жизненная эпопея, как мы говорим. Ну, мы показали всех спевоков через 54 года. Мы начали в 73-м году с Иваном Поповичем, что сейчас у меня с господом, с моей сестрой Розой, его дружина, с Павлом Худневичем. Мне было 16, ему 22. И мы так скромненько на гитарах спевали, квартетом. Друзья, у нас, вы видите, в 12 часов мы вышли в прямом эфире, потому что Джордж прямо с аэропорта. Здесь вы успели буквально несколько минут назад. Если я вдруг перейду на украинскую речь, вы меня строго не судите. Потому что ваш первый язык это английский. Я родился в Америце. В Америце, да. Али батьки передали любовь до наших людей. И до малой батьковщины батьков. Правильно, правильно. Бачите, я уже перейшел на украинскую речь. Не шкодичь. Джордж, вы человек легендарный. Я не сказал бы, но... Вас выделяет то, Джордж, что вы кредиты Богу отдаете. Это хорошая черта, хорошее качество служителя. Когда мы не аккумулируем в себе, а мы понимаем. Если даже комплименты нам говорят... Мы знаем, под кого. И бедаем Богу и цель. Что он первый вселил в наше сердце. Прежде чем мы перейдем к теме, у вас интересная тема, за отцовство. Отцовство, мы об этом поговорим. И я предоставлю... Впервые, друзья, в эфире, у доме моего батька. У доме моего батька. Это ваша книга. Вы знаете, 10 лет, Господь поклав на моё сердце описывать, как я был вихованным моим батьком. Он был служителем. Муж Божий. И у него было 7 детей. Двоя из них померло. Но 4 сестры и я. Мы живы. И я вижу у него такой пример, что я никогда не хотел идти в свит. И когда мои дети родились, два сына и донечка Лариса, то я хотел виховывать их так, как батько виховывал и мама виховывали нас. И вы знаете, что мои дети не пошли ни день в свит. И они приняли водное хрещение очень ранним веком, как teenagers, подлитными детьми. И хрещение Духом Святым. И то я описывал, как мы виховывали их, как мы дисциплинували их, как коммуникация у нас была с детьми. Там очень интересные жизненные приклады и истории. Мы сейчас перейдемо до этого. Я обратил внимание, брат Джордж, что «Батька» с большой буквы. Это параллельно, вы проводите параллельно. Дуже. Первая часть книги, как мой отец, Андрей Ефремович Давидюк, виховывал меня. Вторая часть, большинство, как я виховывал своих детей, разом з моєю дружиною Естій, украинка из канадийского походжения. А третья часть книги на підставе Луки 15, где Иисус говорит про Его небесного Батька. Мы всегда обратим внимание на блудного сына. Но он не центральная особа в цей притчатке. Отець есть. Как отец встречает сына, как его обнимает, как его цилует, как они святятят в своем доме. И он рассказывал, например, что первое мы сделаем, когда мы идем в него? Что самое первое? Будем сидеть за столом вечера Господня. Так. Врачная вечера агенца, святкувания. Ви не думаете, брат Джордж, что все будет вечера? Это как вечеряют. Как целая вечера, не только вино и хлеб. То это будет... Часом, как мы вечеряем, мы имеем пар какой-то. Ну, наш стил на 15-20 человек. Если коло нашего общения немного меньше, то родная. 5-10 человек. Если больше, то если церковь, то 100 человек сидит на веселле. Это 50. А вы не думаете, что это будет самый большой стил у всей Вселенной? Будет? Самый довгий. Самый довгий. Самый довгий. Торжественный. Подумайте, что где мы находим наибольшую спальность с другими людьми? За столом. За столом. Не на диване, не в спальне, а в кухне. А в кухне. Где мы краем чорный хлеб, палку колбаси. И там мы делимся. Ну, как у вас, брат Юрий, життя? Как у вас, брат Джордж, життя? И мы по делам, по душам говорим. Так, это за столом. И там будет во главе Иисус. Будет сидеть Иисус. И наши головы туда-туда будут дивиться. Так, так. И наши места готовы. Сказал Иисус прийти и сказал, скажите людям, прийдите, ваше место чекает вас. И они пошли по улицам. То это будет великая вечеря. Благословенная. И святкувание. Радость, торжественность. И все, что у нас бракует в наших домах, что мы виховываем детей, но мы ставим наголос на «мусишь». Но тут Господь даёт «хочешь» и «я хочу». И это совсем по-другому. Режница «мусишь» и «хочешь». «зобовязание». Правильно. «Чи хочешь» это твоё желание. Так. Ви маєте цю книгу и на украинской мове, до речи, на русский, и на английский. Так, в трок видах. И даже аудиоваріанты. Аудиоваріанты есть на английском и на украинском. Мы шукаем человека на русском, еще не нашли, потому что это большая работа. А в Украине я нашел человек в Львове, что так хорошо читает. Так что вы за троком или грузовую машину вводите, вставите USB-ключ, палец, и кто-то вам читает книгу. Так, так. И мы хотим предоставить для ваших телеглядачей. Безплатно. Но они пожертвуют вам, не мне. Спасибо, братья Джордж. Друзья, есть варианты на украинском языке, есть варианты на русском языке. Поэтому, что я предложу сейчас в процессе нашей беседы, я озвучу то, что любое ваше пожертвование на служение «Импакт» будет огромным благословением для нас. И вы получите эту книгу как подарок. Все, что вам надо сделать, это выйти на наш имейл, это на нашем сайте impacttv.tv или позвонить нам в офис. Поэтому, братья Джордж, я слышал такую информацию, что вы были на постсоветском пространстве много-много раз. 140 раз. Я маю календарь в этих поездках, то я не лечил их, и буквально 140. Это и Россия, и Украина. Иркутский был в Ангарске, в Москве, в Москве, в Молдове пару раз, в Белоруссии, в Литве, в Латвии. И больше всего раз в Украине. Потому что я в Молдове больше украинской, то, если бы я мог на русском, то мы еще больше могли бы. Но это Господь вселил наше сердце. Это великое покликание, вы рассчитываете, и все видят, что это великое покликание на вас. Я считаю, что Бог даёт всем нам специфическую миссию. Вы имеете миссию на телебачение, а моя миссия быть как Йосип в Египетии. И когда гражданская влада имела дефицит на Библии, на Слово Божие, то мы, как молодые люди, ехали как раз в критичных хвилинах. В 1973-м году, в 1984-м. Потом были в 1984-м. Три недели после Чернобыля мы с Павлом Ходневичем, с Антоном Вересом наведали Киев, где милая улица с шлянгами, водой, потому что радияция падала. 1986-й рік, так? 1986-й рік. И это было на начале травня. Наши дружины не хотели, чтобы мы ехали, потому что радияция вы не слышите, вы не видите, но оно есть. Но Господь нас берег. Слава Богу. И мы маем хорошие свидетства. Одного разу мы сидели за столом, и это было в ревном, и мы ели, помолились, и я просил Бога, чтобы он очистил этот пожив, чтобы не было шкоди от радияции, и начали ести мясо, картошку. И бачу двои людей японцы, что они делают в ревном? Они подходят к мне «Do you speak English? Розговариваете англійсько?» Я говорю «Так, да». Кажем «Мы ядерные инженеры прибыли из Японии померить радияцию за что эти люди нарекали? О, они сказали, чтобы я вырезал им мясо от того куска, что я вам дам. У вас ноль радияции, а их полно». Я подумал «Вау, Господи, действительно ты нас берешь и очистим нашу поживу». А я вырезал эту массу от того самого куска мяса. Того самого. Это, помните, 91 псалом. «Не боишься ужаса в ночи, я выходя в мраке, зараза опустошающая в полдень». То эти радияции, они действительно были... Я уверен, что за эти 140 поездок были разные ситуации. Но во всем Бог хранил вас. Очень хранил. И, к примеру, когда мы вернулись домой, за год моя дружина стала заберем с нашей донечкой и дружина Антона. Его дружина так же родила девчонку. Так что радияция не пошкодила нас физически. Жив Господь. Давайте мы пройдемся по отцовству. Добре. Вы прекрасный отец. Я это озвучил в начале. Я это слышал от других людей. У вас прекрасная семья, которые поддерживают вас. Они поддерживают вас. Враховуючи то, что столько времени проводить на евангелизации, на выездах, а это нужно иметь. Я скажу вам секрет. А ну-ка. Лорен я открыю тебе секрет. И каже Лорен мне, что Бог открыл мне принцип, не закон, но принцип, что когда самая недовше 30 дней и не недовше как третью часть их часа. Месяц вдалене и два месяца дома. То он сказал, что никогда не будет отсутствовать от дружины больше 30 дней, чтобы не попасть в спокусство. И никогда не будет отсутствовать от детей больше как третью часть твоего часа. И я был пастором от 1982 по 1992 в Юнген Нью-Джерси. И мы мали чудовую громаду. Я только вышел из церкви, потому что покликал меня оставить церковь и стать миссионером в постсоверянской стране. И когда Лорен мне сказал в 1992 году, как раз мне это нужно было. И я склал опытницу Богови и дружины. Я не буду отсутствовать больше как третья часть моего часа. Два раз буду больше с тобой как отсутствующим. Но это значит, что я был отсутствующим 120 дней, но был дома 265. 40 дней. Вы взяли в Соломону эту формулу. Принцип. И знаете, что мои дети, я их не оставил. Я просил, чтобы они поделали рукой на мою плече. Посылайте тата. Молитесь и благословите меня в дорогу. Когда Андрею было 7 лет, я только что стал миссионером. Я сказал, Андрей, тата мае быть отсутствующим в Украине 10 дней. А он говорит, сколько ночей переспать? How many sleeps? Он так считал днём. Сколько ночей? Без тата. Без тата. Покажи пальчики. Раз, два, три, десять. О, говорит, много. Я не хочу, чтобы тата ехала в Украину. Но Андрей, тата мае рассказать людям про Иисуса. Я что тебе куплю. Он ничего не сказал. И я засинал детей. Того вечера. Женка, как медсестра, працювала от трех до одиннадцати ночи. Я засинал хлопчиками. Андрей, ты молись, потом Лука, потом Лариса. И они молятся без повторения. Молятся Андрей. Иисусе, я не хочу, чтобы тата мае ехал в Украину. А я чекаю еще далее. Пауза, потом он молится. Но, Боже, я знаю, что он должен сказать людям про Иисуса. Благослови его, поверни его счастливого домой. Аминь. У меня кумок в горле. Семилетняя девушка, которая любит отец, понимает, что в нашем доме мы ставим Иисуса на первом месте. Он мне отдаёт Богу. И этот принцип теперь он учит своих детей. У меня девятеро внуков. И они все любят деда и бабу. Так называют нас. Брат Джордж, отцовство, отцовство, это настоящее отцовство, это проблема в Америке во всем мире. В Америке много мужчин, но так мало отцов. Я думаю, что есть дефицит на это. В 70-х веках великое пробудение повстало в Каліфорнии. Jesus movement. Рух Иисуса. В начале 900-х великий наголос на Духа Святого. Бог начал хрестить Духом Святым. Но в последние дни Бог снова поднимает тему отцовства. И Он кричит, что мы как мужчины взяли свою позицию и признали свое покликание быть священником в Номи. Не нужно быть дьяконом церкви, не нужно быть пастором церкви. В еврейской культуре кто научил ребят не мама, а датю. Он говорит, когда ты встаешь ворота, когда ты сидишь, когда ты идешь в дороге, когда ты засинаешь детей, нагадай им про мисокон. И тому то больше 4000 лет еврейская культура выховывает своих сидев. И они не говорят, что они гоим или языческие. Нет, я еврей. Даже когда они не ходят в синагогу, однако они держат идентичность из еврейского народа. Я думаю, что это влияет родителей, не только родителей. Я таке вопрос вам задам. Есть такая популярная последовательность, когда мы учим молодь, родителей, семьи, как выховывать детей, то в этой последовательности, что первое, что второе, что третье, мы говорим на первом месте Господь, на втором семья, на третьем служении. Я когда по-украински сочетовал, как это? Винчал. Винчал, так. Я говорил так, что и потом, даже я мав трошки нарекания, но я аргументовал, что я так говорю. Я говорю так, на первом месте в последовательности Господь и семья. Я согласен с вами, потому что мы мешаем наше особистое отношение с Богом, с нашим служением. Нет, мы всегда ставим Бога на первом месте. Кто не оставит родителей и детей, за мною не может быть учеником. Но наше отношение с Богом не наше служение. От этого выникает наше служение. И что с того, брат Юрій, как я буду спасать мир, а мои дети пойдут в мир, то что я могу сказать другим людям, иди за Господом, когда мои дети не пошли за Богом, то моё служение вошло из моей семьи, от отношения моего с дружиной, с моими трьми детьми. И служение третье, оно возникает от отношения с семьи, от отношения в семье. А тогда мы имеем свидетельство. Мы не лицемирим. Мы не говорим одно, а друге делаем. В нашей культуре звонит телефон, а отец говорит, что меня нет. Нет. Что ты делаешь? Ты учишь дитину сказать неправду. Нет. Не делай. Дети смотрят на что мы делаем, а не на то, что мы говорим. Продолжайте. Так. И я думаю, что наша первая громада это дома. Псалом 100. 101 на английский, а 100 на украинский и российский версии. Я буду ходить непорочно в своем доме. Тогда я задам вопрос нашим телеглядачам. Где найскладнейше быть верующим в церкви или дома? В церкви мы ставим я святоц слава Богу, приветствую, слава Богу. А дома эй, женька, бегом. Что вы меня докучаете, дети? Втекайте звезды. Нет. В дома, где мы расслабляемся, где мы забываем про Бога и про молитву. И другая питание, брат Юрий, я не говорю, чтобы стидать кого-то, но сколько из нас мы молимся с нашей дружиной? Сколько из нас? Мало кто. Но почему нет? Эфессиан 5-й ровно говорит, вы, мужчины, не только любите ваших жен, как Христос по любви в церкву, но мейте их Словом Божим. Когда я начал читать Библию с моей дружиной, ее служение в одному штатах, в одних церквях, украинская церковь. И я говорил так, у меня там тема была, я говорю, молодь сидит и уважно слушаю, я говорю, до темы, я даже в думках, у меня даже думки, что кто-то из вас идет на ночь в кровать, в конце вашего рабочего дня, или после учебного заклада, у меня даже поганои думки нет, что любви из вас, там не знаю, сколько, ну, немало было молодь, говорю, и не склонить колено, и не помолиться перед этим Господу, или не подойду до тата и мамы, и не скажу, а ну, тата и мама уже 10 годин нужно молиться. Бачу, молодь, попускали голову, попав, попав. Тобто, дуже важливо, как вы говорите, молиться разом, человек с женщиной молиться. И я не принимал вимовки, я буду тихо молиться, ни, ни, ни. Ромко. Чтобы чути, и я навмисно не молился все разом. Я 5-ти десятник, я люблю молиться все разом, но с детьми я заставлял их по черзи, потому что я хотел класти руху на их духовный пульс, и хотел чути, потому что слышишь, если человек замикает, запикает, то они не живут. А когда молятся от щирого сердца, вы также зауваживаете. Так что мои дети молились. И я не дозволил день пройти, або вранці. А второе, я описал это в книге, что мы вранці, перед шкильным день, мы надевали броню Господню, шолом спасения, броню праведности, пояс правди, сандалики миру, щита, погасить вогненник стрел дьявола, и в руке меч духа, молючись в душе. Даже когда они запиздновались, и уже имели свою машину ехать в high school. Да, то мы запизднули, молись, чоло спасения. Они так швидко повторю. Но сейчас они будут делать это своими детьми. Потому что это закорбовано здесь и здесь. Воно здесь закорбовано. Виховывай дитину в дороге, в которой она должна идти, а при старости они не забудут. Из вашего жизни, какие яркие моменты вы можете сегодня поделиться с нами относительно каких-то таких моментов прикладов, как вы выховывали. А ну как? раз в месяц я не имел много денег, но я делал что называется date night, вечеринка. Я наймал человека, потому что мама и папа жили в Флориде, мы были в Нью-Джерси как службе как службе, то я намал девчину, что она глядила троих детей, засинала их, а я брал если гарный ресторан, не в McDonald's, а там где свечки. и этот вечер было только для нас, чтобы мы могли бы слышать один без слов. Мама, мама, тату, тату, тату. И когда вертаюсь домой, ну, нужно платить девчинам, и вижу, что моя любимая картина имеет ямку на размер мяча. Я четко заборонил их кидать мяча в ливинг-лом, в приемлеме. А в коридоре можно, в своей спальне можно, но мама имеет хорошие вещи. Я думаю, ага, это в пятницу вечер, в суботу мы встаем и говорю, «Хлопчики, придите сюда, видите эту ямку, кто это сделал?» Никто ничего не знает. Тату, не знает. «Ви говорите, что магично это стало самым? Ну, ну, я кинул». «То ты неправильно кинул, я не мог ловить. То чего ты не мог сказать?» Кажу, а тогда я не бил их в гневе. Я считал до 10, и уже гнев сида. И тогда не хочется бить, но нужно. сида. есть только советы. И я вызываю их сомнения, что папа сказал, чтобы не кидать мяча в приемльной комнате. А что вы сделали? Мы кидали. А что папа должен делать? Простить нам. Я говорю, я могу простить, но вы снова будете это делать. Но я помогу вам, что вы не захочете это на второй раз, потому что есть последствия. То я брал окремую дитину. Я сказал, сколько раз? Два-три таких гарачих с ременем. Повернись. Ну, Андрей, как солдат, принимает. Я не выходу из комнаты. Я обнимаю. Больше не буду, дата. Больше не буду. Лука, он как адвокат, говорит, что все объяснил. Я стоял там. Андрей, ты пошел в левую сторону. Я не смогу. Тато, ты должен понимать. Добрый, Лука. Ты закончил? Так. Добрый, обернись. Ну-ну, еще есть, еще есть. И дальше объяснил, как адвокат. И мне хочется смеяться, но это серьезно. Что папа сказал? Ты нарушил. Но одного раза, когда я бил его два-три раза, его крик был такой стучный. Я думал, что он там напхал туалетный папер. Они еще вспомнили. А второй раз я это снова писал в книге. Что он что-то ляпнул, потому что он такой, что говорит. Андрей молчал больше. Я говорю, как ты еще раз повторишь, я вимию твой язык с милом. А ему теперь цікаво, что он сделал. То он снова что-то повторил. А я задом и шел до СИНК. И натиснул пальцем, где мило витекает для посудины. Покажи язык. Он говорит, что нет. А я хух. А он выплюет бульки. Комичное. Тато, я не поверю, что вы сделаете это. И бульки выходят. Больше будешь так говорить? И больше после того. Он долго запомнил. Это мило. Я понял, Джордж, что вы были не только батьком. Вы были другом. Насколько это важно? Не только батьком быть. Батьком это самостоятельно. Сколько раз. Мы на велосипедах. Мы сказали вдома. На роверах. Так. То я мав больше. А хлопцы мали меньше. А Лариса, ей 5 лет. Так, возьми меня. То я взял подушку. Изолентом залепил подушку. И она так боком села на подушку. Шолом мает. И мы купили такий Gatorade, чтобы пить. И мы в парк. Идем километри и километри. И дети запомнили. Что? Тато взял час мячак кидать. Тато взял час читать им. Цикавые истории от книги. Моя донечка каже. Тато, ты завжди читал мне книги перед тем, что я заснал. Памятает. Памятает. Одного разу я сделал допит. Одне питание. То вашим дитям вы задали питание. Ааа. На Фейсбук. На Фейсбук. Где тысячи и тысячи следят за мою сторинку. Ага. На вашу думку, одне питание. Яка найбільша потреба в славянских семьях та церквах? И ответ. Я подумал, что будет, а, больше английского языка. Ни, это было номер три. Номер два. Я хотел, чтобы пастор лучше готовил свои проповеди. Проповеди. Вау. А номер один. Ви не поверите. А ну-ка. Девчатка. Хлопчики 14 лет до 28-29. Это было 65% последователей на Фейсбук. Пишут. Я бы хотел, чтобы мой отец проводил больше времени с мной. Видите. Не мама. Да. Тато занятый. Тато где-то на работе. Все на своем месте. Но чтобы не совсем оставить нашу ответственность. Я буду зарабатывать деньги, а ты, мама, выховывай детей. Так. Так. Але дочка дивится на батька, за кого хлопця вийти замуж. Хлопчики вивчают, что это значит быть человеком, от кого? Не от мамы, а от батька. Да. Мы не можем оставить нашу ответственность. Быть человеками слово и дело с нашими сыном и нашей дочкой. Кто из наших глядачей сейчас говорит, что брат Джордж был пастором много лет. Конечно, он знает всю библейную науку, ему легче. А в Америце, особенно в Америце, если много детей, и родители нужно много работать, чтобы получать, выплатить, учить, то это деньги. Что вы скажете на это? Скажу, я написал книгу детально, как, какие принципы. Так что, если человек не любит читать, он может включать аудиозапис, да его читают. И в машине он может, номер один. Номер два, не нужно быть пастором, дьяконом, або публичной особой, релігийной, чтобы выховывать своего сына. Будь батьком. И второе, это вимовка, что они не имеют времени. Когда они приходят из работы, то что они первое делают? Включают что? Точно. Скриньку. Або идут в парилку с хлопцами, або на мотоциклах с друзьями, або где-то на вечеринках с хлопцем. То не скажи, что ты не имеешь время. Ты имеешь время, на что ты любишь. Но жертвуй себя до какой-то уровень, до какой-то уровень. Чтобы твои сына и даже твои дочки сказали, что он любит Бога и меня. Все могут это делать. Не нужно быть пастором. То есть в приоритетах. Батько, ну и маме, они должны поставить что на первом плане, что на другом. Я вихопил это из вашей промовы только перед тем, что деньги это не самое основное. Потому что, как мы говорим по-российски, в погоне за деньгами, за бюджетом, за кошельком можно потерять тот дар, который Бог дал. Записайте людей супер успешных. Они получили лучших машин, лучших домов, купа денег. Но дети не служат Богу. То это их приоритет. Теперь, понятно, что после 18-19 лет дети делают свои решения. И оточнение много шкодит или помогает. Но поэтому я проводил конференции для Junior High 12, 13, 14, почти 15 лет. Как мы вловим их сердца. В тот период, где уже они не дети, а еще они не дорослые. Но ранним веком, где они еще... Глина очень податлива. Можно сделать хорошую печатку на эту мягенькую глину. Но если ты спасаешь сына в 20 лет, он уже сделает свои решения. Он уже мает направление. Он свои крила распирает. То начинайте никогда не зарано. И дай наголос, когда они есть дети, а дитина не оставит эту дорогу. Или как залишить поверенность. У нас известный служитель Джордж Давыдюк в эфире. И книга, которая вышла из-под пера, в доме моего батька, в доме моего отца. Это и по-русски, и по-украински, даже по-английски. Друзья, мы предлагаем... Дякую, брат Джордж. Вы предоставили ряд таких книг для того, чтобы мы предложили вам как подарок от служения. Любое пожертвование. Вышлите ваши чеки. Вы можете сделать это через PayPal, через интернет. Выйти на наш App. Или прислать чек любого размера. И мы вышли, не забудьте адрес оставить, и мы вышли как подарок в доме моего батька. Это частично автобиография, но более широко вы открываете, что такое в доме, быть в доме отца. И если вы живете в Украине, вы можете обратиться к отделу освяти, департамент освяти ХВЕ, христиан Вирии Ивангельской. И там глава Виктор Вознюк, они имеют эти книги и на российской мове, и на украинской мове. И аудиозапис в украинской мове только что мы шукаем на российской. Так, дякую. Хай Бог благословит вас. Брат Джордж, у вас так хорошо идет относительно отцовства. Относительно, вот насколько важен такой аспект. Вы знаете это слово «аспект»? Знаете. Когда вы чувствуете, что где-то вы не доглядели или где-то перехнули по отношению к детям. Насколько важен аспект, когда вы приходите к детям и говорите «Sorry, guys, I screwed up». Я описал это один раз. Одного разу моя дочка Лариса готуется до университета. Ей дали пароль, чтобы зарегистрировать. Ага. Вона прибегла, как раз, где мне очень пекучая справа была. Делова. Ага. Тато, я не знаю, как зайти в сайт. Дали тебе пароль. Дали. Дали мне пароль. Не працюю. Ага. Лариса, я уже немного поднимаю, ты знаешь, голо. Чи ты имеешь какой-то другой пароль? О, так, дали еще другой пароль. Давай скоро. И это не працюю. Лариса, я не маю час на это. Ага. И я поднял голос. И вона подняла голос. И потом на сходе дук-дук-дук-дук. Двери бах. Бачите. И я сиджу и киплю. Ага. Что только сталось. А Дух Святый обличает меня. Иди и проси прости. Ни, я батько. Нехай вона у меня просить. Тоже, не, поднимайся. Ты поднял голос. Ты вийшов из себя. Не нужно было это делать. То я поднимаюсь на другой поверх. И я стукаю на ее двери. Я одного разу чувствую, что Билли Грем никогда не заходил. Заходил нечайно в двери. Ага. Стукал. Поважай дитину. Дитина поважает тебя. То я стукаю. И чувствую. Что? Что? Лариса. Тато пришел просить прости. Через двери. Да. Открывай двери. О, тато. Целуй меня. И обнимай. Через тиждень вона приносит твир до дома, что вона написала для школы. Вчителька дала им. Пиши, про что ты знаешь. Тато мій не досконалый. Но он смиреный. И он готов даже просить прощения в меня. Я люблю такого. Какой урок. Какой урок. А дает смиреному. А тогда у нас возникает вопрос. Брат Юрий. Чего Бог смирает нас? А Бог карает тебя. Это славянская ответственность на все. Бог тебя карает. Нет. Бог помогает тебе сойти с этого высокого коня, чтобы дать больше благодати. Но он не может дать благодати, когда мы пишем, когда мы гордимся, когда мы себя вставляем. И когда мы действительно щиры, и мы смиреные, благодать спочитает на нашем доме. И наши дети благословены. И они не пойдут в мир. Вы знаете, брат Джордж, что это одна из больших проблем. Я уже вас догоняю, до речи. Мне 70 было в травме. Мы поздоровляем от имени всех зрителей. Хай Бог благословит. Знаете, какая проблема? На основе своего наблюдения. На основе своего наблюдения. Не знаю по-украински. Так. Осмисление. Точки зрителей. Точки зрителей. Так. Я вижу, что я слышу. Как вы говорите, вы это детально описали в книге. Что батьки не имеют в себе силы. А я хочу подойти до дитини и сказать, что извините. Я это слышу. Я это знаю. Это очень сильно то, что вы отметили. Насколько это важно. Как бы мы это понимали. Я не так давно встречался. Это ему уже за 50. И он буквально слезами на очах. Он мне начал рассказывать, что мой отец уже помер. Вот. Он такой, такой. Он жесткий был. Он бил. И там. И я вижу, что семья у этого конкретного человека, она таким же пішла. Он говорит, что я не видел приклада. Я не видел это. Батько, как бил, никогда не видел. Тобто, звичайно, я как мог сказать, ты уже извините. Бо батько, он уже не знал, он уже здесь есть. Так. То ты уже не носил себе все. Так. То это очень важная деталь. То, что вы скажете. Мы можем повторять благословение нашим дитям. И даже когда наши батьки, возможно, не были верующими. Або за жестокими были. Або неправильно нас виховывали. Або грешили. Або батька алкоголика. Або мама зрадила батька. Зайшла из дома. Есть разные истории. Но мы, как дети, когда мы становимся батьками, мы можем взломать это проклятие. И начать как Авраам. Авраам, его тату был идолопоклонником. Но он стал батьком других людей. Он стал батьком особенных детей. И каждый один из нас. Мы можем принять эту роль. И я вам скажу, Юрій. Николи не поздно. Даже если мы сделали много ошибок. Бог прощает. И дети прощают. Они такие, что быстрее прощают, чем мы. Чем больше мы стараемся, тем сложнее прощать. А дети легко прощают. Только будь, старайся. А дитина увидит, что батько хочет быть хорошим батьком. Еще очень важная вещь. Что мы, как славяне, мы требуем высокую качество. Быть досконалым. На пятерки все. Так, как оно должно быть. Но если мы хвалим дитину, когда дитина верна, послушная, хорошие уроки. И мы говорим, молодец. Иисус это делал. Когда он рассказал о 5 талантах, 2 талантах. Что он сказал тем людям, которые подвоили деньги? Добре ты вчинил. Верные рабы. Увиди мою радость. Он не хвалил, что они хорошие, что они интеллигентные, что они здебные. Он хвалил их верность. Он хвалил их послуг и трудолюбие, что они работали. И когда мы хвалили детей, не хвали, что они хорошие, что они здебные, что они высокие, что они кокетные. Хвали, когда они послушные, когда они добрые, когда они чемные, когда они помогают маме или сестры. И тогда дитина хочет повторить это. Тато мой, он всегда понимал меня теплыми словами, когда я падал. Одного разу, и это я описал в книге, я был молодой пастер. Я думал, ага, я пишу такую проповедь, я врежу. Это будет чудово. Я вышел на проповедь, и Бог не благословил. Сказал то, что не хотел, и то, что хотел, не сказал. И, как говорят, обломировался. Обломировался полностью. Я пошел из кафедри. Я не хотел поднять свои очи, никого не витать, потому что я знал, что я провалился. Мне было 29 лет. Я был пастером в тот момент. Тато, ждал меня. Он низкий рос, а я высокий. Он смотрит и говорит, ну, сын, ты хорошо сказал. А я гляну и говорю, тато, вы знаете, и я знаю, что это не правда. Вы это скажете, потому что вы мой тат. Ага. Он смеялся, так как, ге-ге. Ну, ты правый, каже. Но не опустил. Но тогда он сказал, что ты знал, что ты подарок Божий для меня. А я гляну ему в очи, и он это сказал. Вы знаете, брат Юрий, в ту хвилину я не дбал, чтобы они думали про меня. Мой батько каже мне, что я есть Божий подарок для него. И это для вас было очень важно. Это как ветер в Павле. Это как раз, когда я знал, что я провалился. А что я делал Иисус с Петром? Симоне, сыном. Сатана хотел тебя стерти, как муки. Но я молился. Но я молился. И когда ты вернешься, иди и что? Смейцнай твоих братцев. Брат Юрий, когда мы смейцняем других людей, мы критикуем их, если что-то не так, мы им говорим, мы все пророки, все не так. А когда все так? Чи мы что-то скажем? Чи мы говорим, молодец, ты добре делал. Ты знаешь, когда Христос принял одно хрещение, Небесный Отец не мог стримать свою радость. И он выгукнул из неба на землю. Это мой який сын? Возлюбленный. 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 Кого я что сподобал. Мне приятно, сыном, что ты выполнил всю правильность. И Дух Святий зашел, как холод на его лице. О, любые мои, если мы только могли бы поднять один одного. Словами не раболепствовать, не хвалить, потому что мы что-то хотим от человека. Это грех. Это неправильно. Но поднять упавших людей ты можешь. Я верю. Женка, ты ценна для меня. Дитина. Как тату любит тебя. Как я молюсь за тебя. Я это делаю с малыми пасторами. Чи в Украине, чи в Дом Хлеба. И они все мне говорят, Джорджи, ты как наш духовный отец. Я молюсь с ними на телефон. Я хочу передать мое сердце им. И это торкает ее. Мы начали церковь у Вишневого. Сейчас церковь выросла более 2000 человек. Они открыли более 200 церквей. Я видел епископа, не назвал по имени. И молодого пастора, что снова епископом. Я молюсь за вас каждый день. Я не могу лежать и спать, если я не подниму вашу имя. Они расслезались. И они очень благодарны мне. Мы можем это делать. Любой это может делать. Любой. Брат Джордж, такий час быстро полетел. У нас 5 минут. Такий важный момент я бы хотел. До речи, вы будете в неделю в Дом Хлеба. Буду. На 10 и на 11. На 10 и на 11. Это в Сакраменто. House of Bread. Брат Джордж будет там. Велкам. 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 Там 4 потоки, мне пастор Саша говорил. Там много людей. Но если раньше прийдете, то вам будет место. Такое важное вопрос. Вот. Зараз молодь, вона все знает. Подлиток, в котором 15, 16, 17. Вон очень хорошо понимается на айфоне, на гаджете. А его тата этого не понимает. И где-то из молодых, так знаете, они себя поводят так с разгорнутыми плечами. А, то старые батьки, они ничего не знают. Как в таком случае мать вот это? Вот вы понимаете? Я понимаю до конца. И больше, чем вы думаете. А ну-ка. Мой батько, ему было 60 лет, и мне 16 лет. Окей. Но он понимал меня. Он смотрел из моих друзей. Он знал, когда я колебался. Ага. Он говорил мне. Моя мама. Когда еще сказали «нет». А я спрашиваю «Чому?». А она сказала «Бо я сказал». То классическая ответственность. А батько мне никогда не сказал. Он аргументировал. Он сказал «Знаешь чего сына?». Он объяснил. А тогда я понял. От его точки зрения. И я это делал моим детям. Я ставил. Детям. Если бы вы, тата, то что вы делали? Когда ваш сын, ну, мячем, что вы делали? И Андрей говорит «Тата, ты выиграл нас на твою сторону от точки зрения, а теперь мы это делаем с нашими детьми». И второе, что я 70-летняя человек. Я достигаю сердца 11, 12, 13, 14-летних девочек. Потому что я знаю гаджеты. Потому что я их век. Нет. Потому что я люблю их. Я никогда не говорю «Дети». Я говорю «Ladies and gentlemen». О, уже они, знаете, разпирают плечи назад. Я поважаю их. Я говорю до них, как до дорослих. И они, слушай пол-три години семинар. Но там должны быть пауэрпойнты. Там должны быть картины. Там должны быть поятки. Там должны быть хорошие и даже смешные приклады. И я стараюсь. Мы в таком веке живем, что сейчас запретить гаджет, использовать айфон. Это уже не случайно. Нет. Это второй век. Это второй век. И насколько важно, чтобы батьки и матери, они просили у Бога мудрости, чтобы использовать вот это, чтобы Бог даёт… Номер один. Номер один. Серце до сердца. Так. Очи до очи. Читай сердце твоих детей. Переходь цей провал генерації. Переходь. Сделай мост. Сделай что-то. Сделай что-то. Возьми детей на морозиво. Ага. Ви разом в машине. Скатайтесь с ними на велосипедах. Что мне? Знайди ваш метод. Все мои дети занимались спортом. Мы здесь брали кресло. На травичке сидели. Давай, Лариса. Бежи. Андрей. Лука. Они слышат наш голос. Все могут это сделать. Все. Хай Бог благословит вас. Было очень приятно. Было благословение для нас, так же для глядачей. Знову, дорогие друзья, книга Джорджа Давидюка «У доме моего батька». На российском, на украинском языке. Это вы сделали как подарок для наших партнеров. Дякую сердечно. Любое пожертвование, вкажите вашу адресу и мы вышли вам. Это как подарок от служения от брата Джорджа Давидюка. Знову и снова в неделю вы будете в доме хлеба на 10 и на 11. Это было благословение. Хай Бог благословит вас и вашу семья. Это было приятно вертаться до ваших телеглядачей. Мы желаем, чтобы, мы говорим по-русски, на синий огоньок, в синий огоньок, чтобы вы заскакивали чаще. Добрый год. Будем. Пусть Бог благословит. Вам еще много лет. Для служения. Ну, следуючи 10 лет, я хочу послужить людям. А кем я могу служить? Ага. 54 лет мы спевали, а теперь я написал другую книгу, которая будет иметь название «Огонь Божий». И это совсем больше. И другая тема. И про это мы когда-то поговорим. Спасибо сердечно. Будь ласка. Спасибо, друзья, что вы были на импакте. Иисус Христос любит вас. Мы также любим вас. И будьте благословенны. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok